У стойки регистрации Центра переливания крови выстроилась целая очередь желающих поделиться частицей жизни и помочь пациентам, которые находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в крови. Не остается в стороне и активистка движения, волонтеры-медики Лейла Азиева. В акции «Я донор» девушка принимает участие впервые. Перед сдачей крови потенциальному донору также необходимо подготовиться – поспать не менее 7 часов. А на завтрак обязательно попить чай со сладостями. Уже на станции участники первым делом проходят предварительные лабораторные обследования и консультацию у врача. И только затем можно сесть в донорское кресло. Мы регулярно проводим подобные акции. Крайняя, например, у нас была 10 июня. Это была акция по типированию для донорства костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Сегодня у нас преимущественно пришли доноры цельной крови и плазмы. Вообще, конечно, это очень важно, потому что, во-первых, донорство крови и костного мозга, оно, по сути, может спасти человеку жизнь. Такие акции на станции переливания крови проводятся довольно часто. А когда медикам срочно требуется кровь той или иной группы, они обращаются к донорам, которые всегда готовы поделиться частичкой жизни. Прямо сейчас в больнице ходят врачи и говорят, есть ли у кого-нибудь первая отрицательная кровь, так как в данный момент им поступил вызов, что нужна первая отрицательная. Они ходят, спрашивают каждого. Мы, волонтеры-медики, всегда пишем группу, зовем всех к нам. Перед тем, как использовать полученную от донора кровь по назначению, ее, как правило, проверяют на наличие ВИЧ, СПИДа, гепатита и многих других заболеваний. Определяют группу и резус-фактор и только затем помещают в специальную морозильную камеру на полгода до повторных анализов. Я не считал, но мне сегодня сказали, что у меня 20-я донация. Донорским акциям мы присоединили довольно-таки давно. Но раньше с донорством было немного посложнее, и вот сотрудники вот этой организации ездили по всем организациям и просили сдавать кровь. Ну и вот так мы с ними познакомились, когда они первый раз с передвижной кушеткой приехали к нам, и мы начали сдавать кровь. Ну вот с тех пор мы постоянно их поддерживаем, и вот в связи с тем, что мы, можно сказать, активные доноры уже, все сотрудники, ну нас уведомляют о таких акциях, и мы с удовольствием принимаем в них участие. Стать донором может любой желающий, достигший 18 лет. При этом его весы должны быть больше 50 килограмм, поскольку, согласно европейским стандартам, количество забора крови не должно превышать 10% от всей массы тела. Это в среднем 450 миллилитров. По статистике, в год переливание крови требуется полутора миллионов россиян. В целом у нас в стране очень положительная динамика вообще в сфере донорства крови, и в республике у нас очень хорошая положительная тенденция по поводу комплектования, по поводу вообще донорского контингента. Нехватка компонентов крови, конечно, у нас бывает. Нехватка, она бывает в целом не так, что мы не можем оказать медицинскую помощь, а бывает нехватка в запасе. Или же нам необходимо заготовить ту или иную кровь, именно тромбоциты необходимые для медицинской организации. Тем, кто желает сдать кровь, не обязательно ждать старта благотворительной акции. Достаточно взять паспорт и обратиться в республиканскую станцию переливания крови в любое удобное время. Тем самым вы не просто сделаете доброе дело, но и спасете чью-то жизнь. Амина Бокова, Асхабила, Киев, Новости 24.